Сегодня в программе вы увидите феномен успеха бразильских футболистов. Именно сборная Бразилии считается самой титулованной в мире. Мы познакомимся с футбольным гением, которого называют вторым Пеле и уже приглашают в лучшие футбольные клубы. А также расскажем, как сложилась судьба парней из Фавел, которые мы пытались изменить жизнь и устроили в самые титулованные футбольные клубы Бразилии. Ну что, друзья, настал момент, которого лично я ждал очень долго. Узнаем, смог ли Адриана завязать с криминальной жизнью. Уже два месяца как он ушел из дома. И продолжает ли Габриэль занятия в футбольном клубе. Честно говоря, очень переживаю и так даже немножечко сердце дрожит. Я очень боюсь его здесь не увидеть и узнать какую-нибудь плохую новость. Футбол. В Бразилии это слово означает не просто спорт, а целую религию. Это одержимости, образ жизни, которые дают свой результат. Именно сборная Бразилии считается самой титулованной в мире. Бразилия подарила миру таких людей легенд, как Пелека, Фура, Нальдо и многих других. Редко встретишь именитый футбольный клуб, где бы не играл бразильский футболист. Реал, Барселона, Милан, Донецкий шахтер. Все добились успеха отчасти благодаря мастерам футбола из Бразилии. Кажется, что здесь буквально куют звезд футбола. И прямо сейчас мы познакомимся с новой звездой бразильского футбола, на которую положил глаз уже не один европейский клуб. Его сложно не заметить. Среди своих одногодок 7-летний Маркиния самый низкий. Но его профессионализм детским не назовешь. Пацан на поле, как рыба в воде. Его называют вторым Пеле, футбольным гением и феноменом. Здравствуйте! Я Дима, вас как зовут? Меня зовут Филиппе. Я папа Марка Антонио. И помогаю тренировать команду, в которой играет мой сын. Вы, наверное, понимаете, почему мы сюда приехали. Потому что уже по всему миру пошли слухи, что родился футбольный гений. Человек, которого уже несколько десятилетий не было. Второй Пеле буквально. И это ваш сын. Да, у моего сына есть особые способности. Он играет в футбол намного лучше и техничнее своих одногодок. Впервые о таланте Маркинио заговорили 4 года назад, когда в интернет попало видео, где маленький мальчик тренируется с папой. Юный талант сразу назвали новым Пеле и стали приглашать на популярные телешоу и рекламные съемки. Он отличается по росту, это заметно. Но он превосходит по своим навыкам очень многих. И это видно даже для непрофессионалов, для меня. Да. А вот и Марк Антонио. Маркинио, привет. Ты просто суперзвезда. Ребята, всем хочу сказать, вы классно играли очень. Спасибо. Все как в профессиональном футболе. Теперь, конечно же, фото всей команды после игры. Ребята можно поздравить, они выиграли 2-0. Это городской чемпионат. Сейчас Маркинио занимается в филиале знаменитой футбольной школы «Коринчис» в городе Американо, штат Сан-Паула. И чтобы попасть в ее состав, как и все остальные дети, проходил жесткий отбор. Маркинио, в какой команде ты хочешь играть? В Ювентусе. Нападающим. Полузащитником. Ребята, кто из вас большее количество раз набивает мяч? Маркинио, сколько раз набиваешь? Мой личный рекорд – 215 раз. 215 рекорд. Как для семилетнего пацана, результат отличный. Мальчик уступает в росте многим членам своей команды. Однако показывает невероятные успехи. Маркинио – самый результативный бомбардир в своей команде. Исполняет финты Месси и Неймара. А его точности удара позавидуют многие футболисты. Именно за это он был удостоен чести выйти на поле, держа за руку своего кумира Фалькао. Нас, кстати, приглашали в книгу рекордов Гиннеса. Но мы отказались. А почему вы не стали этим заниматься? Нам это не очень интересно. Мы с Маркинио много тренируемся каждый день. Допоздна занимаемся на поле. Нам просто некогда. Вот, друзья, это люди, которым важен не пиар, и важны не бумажки, а важен результат. Говорят, да нет времени у нас заниматься книгой рекордов Гиннеса. Каждый день тренируете сами, да? Да, каждый день. Особенно любит набивать мяч. Давай, понабивай мяч, чтобы ребята могли снять тебя. Но почему я должен это делать на камеру? Я не хочу. Он очень застенчив и не любит вокруг себя много внимания. Ну, вы знаете, так иногда прослеживаются такие нотки, я вам что об этом скажу, что он уже ведет себя как настоящая звезда. Вот это я не хочу, это я не хочу, это я хочу. Да, сейчас мой сын знаменитый. Известность пришла к нему очень рано. И тогда его пригласили поучаствовать в популярном телешоу в Сан-Паулу. Он должен был набивать мяч в прямом эфире. Сын очень волновался и нервничал. И перед тем, как Маркиньо должен был выйти на сцену, его выступление отменили. Он очень расстроился. И с тех пор он не любит сниматься. А мы не заставляем его это делать. Все съемки только по его желанию. Тренировка закончилась, и мы можем ехать домой. Даже по дороге домой Маркиньо не перестает тренироваться и отрабатывать финты. Это очень активная семья. Когда мы подошли к дому, папа зачем-то полез через забор. Интересно, у них все любят ставить рекорды? Но потом оказалось, что отец просто забыл ключи. Заходи в дом. В комнате Маркиньо нет ни машинок, ни игрушек. На полках кубки, медали и награды. Сразу видно, что здесь живет будущая звезда футбола. Марка всего 7 лет, а его комната уже напоминает трофейный зал клуба. Я вижу, у тебя тут такие красивые награды. Расскажи про них, пожалуйста. Вот эту награду мне дали как лучшему бомбардиру. Такие кубки дают тем, кто забивает 15 пенальти. 15 пенальти? Ага. Класс. Слушайте, а вот медалей такое количество, так много. Расскажешь про них? Эту я не помню, за что вручили. А это я участвовал в кубке «Маленький воин». У Маркиния целая коллекция наград. Не каждый профессиональный футболист может похвастаться таким количеством достижений. К своим трофеям он относится спокойно, без хвастовства. С большей гордостью Маркиния показывает коллекцию форм футбольных клубов. У меня здесь беспорядок. Ты что, какой беспорядок? Это порядок как раз для мальчика. Сейчас покажу любимую форму. В такой футболке играл один из самых классных футболистов – Фалькао. Перед тем, как он вышел на пенсию. А какая у тебя самая-самая заветная мечта? Стать самым знаменитым футболистом. В сборной Бразилии ты хотел бы играть? Да, сто процентов хочу играть в сборной Бразилии. А еще в команде «Коринчес». А вот по поводу «Ювентуса» и «Парис Энджермен» я еще подумаю. А кто твой любимый игрок? У меня три любимых. Неймар, Криштиану Роналду и Лионель Месси. А ты вообще знаешь, что тебя называют вторым Пелле и вторым Рональдо? И футбольные эксперты говорят, что у тебя будущее может быть даже круче, чем у этих людей. Не веришь. Но это правда. На самом деле в 7 лет и Пелле, и Рональдо, они так, как ты, еще не играли. Они играли гораздо хуже. А кто, по-твоему, лучше играет? Пелле или Криштиану Роналду? Ну, Пелле – это же история. Это легенда. Его знает весь мир. И он, наверное, самый известный футболист Бразилии. Все-таки я ставлю на Пелле. Я тоже. Смотрел чемпионат мира? Глупый вопрос. За кого болел? Конечно, за Бразилию. Я тебе привез очень интересный подарок. Футбольную форму сборной Украины. Класс, спасибо. Опа! Не снимай меня, когда я раздетый. Спасибо. Давай так. И по-мужски. Я рад, что тебе понравилось. Я очень надеюсь, что «Динамо Киев» тебя приобретет, и ты будешь играть в Киеве. Посмотрим. Ведь я еще не знаю, что это за команда. Хочется верить, что через 10 лет Мартиния возглавит рейтинг самых дорогих футболистов мира. Некоторые клубы уже присматриваются к мальчику, чтобы заполучить его в ряды своих команд. Футбольные клубы готовы отдавать баснословные деньги за результативных бразильских игроков. Например, за Неймара Парис Инжермен заплатил 222 миллиона евро. За Филиппе Каутиньо испанская «Барса» отдала 155 миллионов евро. А бывшие игроки «Шахтера» – бразильцы Фернандиньо и Дуглас Коста – обошлись украинскому клубу по 40 миллионов евро каждый. А я точно знаю, что сейчас нашу программу смотрит руководство клуба «Динамо Киев». И я обращаюсь к вам. Присмотритесь к этому парню. Он изменит судьбу нашей команды. Я не сомневаюсь в этом, потому что он талантливый. Я знаю, ты не очень любишь фотографироваться, но я хочу сделать с тобой селфи. Потому что я верю, что это будет потом легендарная селфи. Обригаду! Форма сборной Украины пополняет коллекцию Маркиньо. Маленький футболист, подобрев к нам, решил показать настоящий предмет его гордости. Коллекцию бутс. Только представьте, у семилетнего футболиста более 30 пар бутс. Например, Леонель Месси за один футбольный сезон меняет 7 пар спортивной обуви. Так что коллекции Маркиньо хватит почти на 2 года активных тренировок. Маркиньо, а какие самые фартовые, в которых больше всего забил? Вот эти мои счастливые. Я забил в них больше 100 голов. А зачем так много обуви тебе? Мне часто дарят бутсы. Эти мне подарили, когда я был в США. А вот еще несколько пар мне подарили, когда я снимался в рекламе. А что ты делал в США? Я туда ездил к врачу. Визиты к врачу и больнице – большая часть жизни этого мальчика и настоящее испытание для его родителей. У Маркиньо редкое заболевание – болезнь Крона. Ее обнаружили, когда сыну было всего 5 месяцев. Болезнь Крона – это тяжелое хроническое заболевание, при котором кишечник покрывается ранами и язвами. Больные постоянно испытывают страшную боль. До настоящего времени ученые не установили причину развития этой болезни. Известно лишь одно – излечиться полностью от нее невозможно. Сейчас Маркиньо принимает 8 препаратов 2 раза в день. Они очень помогают контролировать болезнь. Но при этом одно из лекарств имеет сильный побочный эффект, из-за которого рост нашего сына остановился. Мы заметили, что он значительно ниже своих сверстников. Да, он намного ниже своих одногодок. Вместе со всеми лекарствами от болезни мы даем ему еще гормон роста, чтобы рост не остановился полностью. Сегодня мы мечтаем только об одном – чтобы у нашего сына было крепкое здоровье. Чтобы болезнь все-таки не остановила его на пути к мечте. И мы увидели его лет через 10 на чемпионате мира по футболу. Дай бог. Глядя на этого мальчика, сложно поверить, что каждый день он борется со страшной болезнью. Как и обычный ребенок, он играет со своими любимыми собаками, гоняет мяч. И можно только представить, каких усилий ему это стоит. Он все время доказывает себе и окружающим, что болезнь не заставит его отказаться от своей главной мечты. Ведь в мире есть много звезд футбола, которые побороли болезни и добились больших высот. Например, шотландский футболист Грэм Шинни, у которого тоже болезнь Крона. Но он делает успешную карьеру в футбольном клубе «Абердин». Или кумир Варкиньо – Месси. Когда он был ребенком, врачи диагностировали у него задержку роста. Из-за этого его не брали в профессиональный футбол. Но Месси пошел на то, чтобы на протяжении трех лет каждый день ему в ногу кололи гормон роста. Благодаря этому он вырос и стал выдающимся футболистом. Маркиньо, сколько у тебя мечей? Я не знаю, надо посчитать. Давай посчитаем вместе. Давай. Давай. Один, два, три, четыре. Тридцать восемь. Тридцать восемь. Вон еще тридцать девять, сорок, сорок один. Варкиньо, расскажи мне, а зачем ты собираешь так много мячей? Все мячи мне подарили. Давай, если ты сейчас набьешь сто раз, я тебе подарю особенный мяч. Сто – это много. Хорошо, пятьдесят. Ты не видел мой мячик. Это вообще волшебный мяч. Что значит волшебный? Я смогу играть, не касаясь его? Увидишь. Набей пятьдесят раз и увидишь. Ладно. Один, два, три, четыре, пять. Набивание мяча – самое знаменитое футбольное упражнение. Кумир Маркиньо Неймар может набить мяч больше двух тысяч раз. Но он профессиональный футболист. А Маркиньо – ребенок, который справляется не хуже именитого игрока. 50, 51, 52, 53, 54. О-о-о! Больше 50 раз! Красавчик! Аллилуйя, аллилуйя! Ну что, друзья, нам нужно выполнить обещание. Этот мяч мы делали по спецзаказу специально для Маркиньо. Такого мячика у него еще не было. Накачиваю мяч за воротами дома, чтобы не испортить сюрприз. Так, друзья, мячик готов для мальчика. Мячик для маленького мальчика. Ну что, прикольно. С таким бы я в футбол поиграл. Это очень азартно. Класс! Думаю, ему очень понравится. Ничего себе! А такой мячик набьешь 50 раз? Нет. Опа! Класс! Можно бить. Опа! Давай я с тобой поиграю тоже немножко. Потом смогу хвастаться, что играл с великим футболистом. Маркиньо очень доволен. Я тоже рад, что смог угодить будущей звезде футбола. Тебе нравится такая игрушка в твоей коллекции? Да. Несмотря на возраст, он очень серьезно относится ко всему, что связано с футболом. И любая игра превращается в тренировку. Вот так вот маленький Маркиньо, как его называют, проводит каждый день вместе со своим отцом. Обязательно в день минимум одна, максимум две-три тренировки в выходные дни. Отрабатываются все возможные ситуации, все удары, все движения. И вот в этом, собственно, и кроется секрет, почему Бразилия – это футбольная супердержава. И почему сборная Бразилии занимает всегда лидирующие места на чемпионатах мира. А как вы думаете, вот в чем главная сила вашего сына? Почему он может то, чего не могут другие? Это дар от Бога или это все-таки ваша заслуга? С самого детства нашему сыну все время приходится бороться за свою жизнь. Благодаря спорту Маркиньо преодолевает свои проблемы. Футбол помогает ему справляться с болезнью, воспитывает силу воли и дарит ему билет в будущее. Маркиньо доказывает, что не нужно потакать слабостям на пути к успеху. Звездами становятся не только за счет удачи. На пути к успеху в любом деле важен ежедневный, упорный и тяжелый труд. Маркиньо живет именно по такому принципу. И мы верим, что этот мальчик своего добьется, станет настоящей звездой мирового футбола и войдет в его историю. Вы наверняка помните героев наших прошлых программ – Адриана и Габриэля. Ребята из «Фавел», которым мы дали шанс попасть в большой футбол. После этого нам приходят тысячи сообщений и писем с вопросом, как же сложилась судьба этих парней, которые еще полгода назад были очень плотно связаны с преступной жизнью. Когда мы первый раз встретились с 12-летним Адриана, его история поразила. Ко мне подошел парень из банды. Сначала он предложил мне марихуану. Затем он дал мне подержать в руках автомат. Мне стало интересно все это. Я хотел быть крутым. В погоне за крутостью Адриана получил свою первую криминальную работу. Что входило в твои обязанности? Я продавал наркотики. А когда заканчивался порошок, мне нужно было принести еще. Ты сам употреблял наркотики? Только марихуану и блэк-ланцер. Конечно, занятие оказалось очень опасным. Тебе давали оружие? Давали пистолет. И использовал пистолет где-то по назначению? Когда я был на дежурстве, полицейские зашли в фавелу. И стрелял полицейский? Родители Адриана понимали, что сына может не стать в любой момент. Чтобы уберечь парня от соблазнов улиц, они пошли на крайние меры. Чтобы удержать его от глотки, от оружия и от наркотиков, мы брали железную цепь и приковывали его к лестнице за руки. История Адриана типична для десятков тысяч подростков из бразильских фавел. Большинство ребят не видит другого пути получения денег, кроме как пойти в банду и продавать наркотики. Но альтернатива есть. Звезды мирового футбола Ромарио, Пеле и Рональдо тоже выходцы из фавел. Здесь каждый пацан мечтает повторить их путь. Но только единицы могут профессионально развивать свой футбольный талант. Потому что большинство ребят, таких как Адриана, растет в бедных семьях. У них нет возможности оплатить обучение. Команда «Мира наизнанку» подарила Адриана шанс изменить свою судьбу. Мы устроили парня в одной из самых титулованных футбольных школ Бразилии – «Флуминенце». Я мечтаю, чтобы Адриана стал самым лучшим игроком страны. Я думаю, это наша общая мечта теперь, да? Нет. И я, как мама, буду твоей самой большой фанаткой. И вот прошло полгода. Я позвонил в футбольную школу «Флуминенце», чтобы договориться о съемке. И мне сообщили, что Адриана уже два с половиной месяца пропускает тренировки. Это была первая шокирующая новость. Чтобы разобраться, что произошло, мы отправились к нему домой. Это самая-самая бедная часть «Фавел». Как же тут ужасно. Адриана, как же люди тут живут? Привет. Заходи. Адриана, старший. Здравствуйте, Мишель. Вы, наверное, догадываетесь, что нас привело к вам? Да. Очень много людей, которые посмотрели программу, спрашивали, как дела у Адрианы. Если честно, мы и сами не понимаем, что с ним происходит. Уже два месяца, как он ушел из дома. Адриана ушел и даже не предупредил вас? Нет. В какой момент это произошло? Как это случилось? Вроде бы все пошло в лучшую сторону. Появились какие-то перспективы. И вот раз эта новость просто меня шокировала. Как он принял это решение? Почему? Вы, как мама, наверное, понимаете. Он начал вести себя очень странно и даже агрессивно. Мы стали замечать, что от него пахнет марихуаной и креком. Дома стали пропадать деньги. А вы не можете, как отец, как мужчина, просто взять его и не выпустить из дома? И сказать, сиди здесь, и никуда ты не пойдешь. Мои слова для него ничего не значат. Мне кажется, он снова вернулся к старым привычкам. Поэтому нам снова пришлось привязать его цепью к лестнице. Но он выкрутился и сбежал. Чтобы разыскать Адриана, мы связались с Бегу. Главным тренером и наставником всех пацанов-футболистов из фавел. Он пользуется здесь большим авторитетом и наверняка знает, где найти парня. Сложность еще в том, что после наших прошлых приключений мы не можем заходить в эту фавелу с камерой. Для нас это смертельно опасно. Поэтому с техникой в рюкзаках проходим в тайное место, куда нас и пригласил в Бегу. Он пообещал, что в этом доме наркотрафикеры не увидят нашу съемку. И именно сюда он приведет Адриана. На риск, на удачу мы все-таки отправились туда. Мы сейчас встретились в Бегу. тайно пришли в одно тайное место. Я так понимаю, дела у него не очень. Если честно, не очень. Чем он сейчас занимается? Лучше пусть он сам тебе все расскажет. Нам нужно подняться на крышу. Друзья, мы идем на крышу. В тайном доме. Я сейчас приведу Адриана. Последний раз я встречался с Адрианом шесть месяцев назад. У меня до сих пор перед глазами его радостная улыбка. Тогда сбылась его самая большая мечта. Он начал тренироваться в клубе «Флуминенце» – одном из четырех гигантов бразильского футбола. Встречаем чемпиона. Привет. Ты молодец. Я очень счастлива за него. Вы даже не представляете, какой это шанс. Я очень горжусь тобой, сынок. Все хорошо. Мама плачет, сын плачет. Зрители плачут. Ведущий сейчас заплачет. Все круто будет, ребята. Но за полгода многое изменилось. А вот и Адриана. То, что я увидел, было настоящим шоком. Я не поверил своим глазам. Футбольную форму Адриана сменил на пистолет и запас магазинов, которые висят у него на груди. За ухом косяк. На поясе рация, с помощью которой бандиты постоянно общаются между собой. Адриана, да, я, конечно, я в шоке. Я не ожидал тебя таким увидеть. Я оставлю вас. Первый вопрос. Ты бросил футбол? Да. Я вернулся на дежурство в глотку. Глотками называют точки продажи наркотиков. Именно в охране таких мест начинают свою криминальную карьеру молодые парни вроде Адриана. В таких местах пацаны впервые знакомятся с большими деньгами, оружием и вседозволенностью. Говорят, что каждый пятый ребенок в фавелах связан с наркобизнесом. Поэтому в фавелах подросток с оружием абсолютно привычная картина. Этим никого не удивишь. Рация. Это двой инструмент рабочий, да? Можно? О чем сейчас ребята говорят? Что обсуждают? Они докладывают, что полицейская машина заехала в верхнюю часть фавелы. Я вообще немножко так фамильярно трогаю. Наверное, пользуясь тем, что я с тобой знаком хорошо. Наверное, другого ты человека мог бы убить за вопросы такие, за то, что трогает рацию. Адриана, что входит в твои обязанности сейчас? Я разношу еду в кормушке. А зачем такой арсенал оружия для того, кто разносит еду? Ты не понял. Еда – это товар, а кормушка – это место, где мы его продаем. Я ношу пистолет, чтобы защищаться. Покажи, какой у тебя пистолет. Вот мой глок, автоматический, 9 мм, 30 патронов. На нем нет предохранителя. Очень удобно, можно сразу его достать и стрелять. Я не буду брать в руки. Да не бойся. Не, не надо, не надо. Он не заряжен, можешь взять. Если присмотреться внимательно, заметно, что на пистолете стерт серийный номер. Это означает, что ствол уже проходил в каком-то уголовном деле. У бандитов обычно все оружие без номеров, ведь так его очень сложно отследить. Можно? Друзья, это самые опасные пули в мире. Просто смертоносные пули, которые не просто убивают, они убивают ужасно и гарантированно. Вот видите, здесь такие насечки. Входя в тело, она раскрывается и просто разрывает плоть. Ты знаешь, какой силой эти пули? Ты уже стрелял из него? Да, один раз. В полицейских, на которых я случайно наткнулся. Ты попал? Морально готов убить человека сейчас? Это у тебя граната? Да. Тебе не страшно наносить такое на груди? Нет, потому что она на предохранителе. А вот если вытащить чеку, тогда она взорвется. Убирай, убирай. Ты принимаешь какие-то наркотики сейчас снова? Нет, только марихуану. Марихуану ты считаешь не наркотик, да? Ну что, рассказывай, как ты докатился до такой жизни. У меня не было другого выхода. Мне нужны деньги. Ты понимаешь, что тебя могут убить? Чем тебе можно помочь? У меня долг. Во время перестрелки с полицейскими я потерял сумку с марихуаной. За нее нужно вернуть деньги. 600 реалов. Меня могут отпустить. Только если я закрою долг. То есть сейчас вопрос только в этих 600 реалов. Андреан, если честно, я тебе уже до конца не верю. После всего, что мы обсуждали, с тобой много говорили. Но если я тебе сейчас дам 600 реалов, ты снимешь это и навсегда расстанешься? Я надеюсь, что я не вернусь в банду. А, ты надеешься. Вот это уже более честный ответ. Фух, какой кошмар, а? Я просто не верю вообще. Какая-то невероятная история. Я хочу тебя увидеть еще, когда в следующий раз приеду в Бразилию. Понимаешь, о чем я говорю? Я хочу увидеть тебя живым. Я не хочу узнать от бегу, что ты уже мертвый. Вы уже заканчиваете? Заканчиваете? Парню пора уходить. Говорят, если человек обманул один раз, то обязательно сделает это снова. Но передо мной стоял ребенок. Ребенок, которого втянули грязную криминальную жизнь. Ребенок, от которого отвернулись даже родители. И который не знает, что детство может выглядеть совершенно иначе. Ему незнакомо другое детство, в котором можно беззаботно карабкаться на деревья, заигрывать с одноклассницами, играть в прятки, собирать конструкторы или играть в компьютерные игры. Адриана в своей жизни не видел ничего, кроме нищеты, наркотиков и бандитских разборок. Конечно, очень хочется помочь этому парню. Но давать деньги ему в руки бесполезно и опасно. Попрошу решить этот вопрос бегу. Бегу. Он уйдет или нет? Вы сможете это попробовать проконтролировать? Если эти деньги действительно могут вывезти, это правда. Я сейчас же пойду, передам деньги и попробую договориться, чтобы Адриана отпустили. Это какая-то жесть просто с вами. Господи, боже мой, дети, дети. Что же вы творите? На самом деле, друзья, как для того, что мы сейчас делаем, эта сумма совсем небольшая. Это чуть больше, чем 150 долларов. За жизнь ребенка это на копейки. Пять, шесть. Бегу. Это 600 за выход. Спасибо. Я очень хочу, чтобы ты остался живой. Пожалуйста, живи. Я когда-нибудь вернусь и снова зайду к тебе в гости. Ты будешь живой, здоровый. Ты будешь где-нибудь работать. Если будет нужно, я тебе еще чем-то помогу. Только, пожалуйста, ну... Ребята, не надо. Я тебе обещаю, что я начну все заново. Пока. Храни тебя Бог. Честно говоря, я смотрел вслед Адриана и понимал, что больше могу никогда его не увидеть. Очень эмоциональный день, очень сложный. Я действительно привязался к этим пацанам, и мне казалось, что все пошло. Но вот видите, эта атмосфера, которая здесь царит, в фавелах, и эти ценности, они вынуждают фактически детей вот этим всем заниматься. Потому что здесь считается, что ты крутой пацан, если у тебя пистолет, мотоцикл, если у тебя граната. И он тоже хочет быть крутым. И он хочет деньги. Я не знаю, я не могу сейчас говорить до конца, что получилось у нас или не получилось, дать ему еще один шанс. Сейчас пойдем домой к маме, попробуем поговорить. Тут ничего невозможно предсказать. Это фавелы. Пока Бегу договаривается об Адриана, время узнать, как дела у Габриэля. У этих парней очень похожие истории. Наш второй герой тоже был на криминальном пути. Меня зовут Габриэль. Мне 18 лет. Я сидел в тюрьме. Я воровал и много дрался. Кого вы грабили? Как вы это делали? У меня был напарник с мотоциклом. В условленные дни мы ездили в Капа-Кабану и Панему и воровали там. Телефоны, золотые цепочки, кошельки. Вы были с оружием или просто с голыми руками? Бывали с оружием, бывали и без. Когда как. Вы готовы были убить, если будет сопротивление? Да. Его арестовали, и я узнала, что он попал в тюрьму. Это очень больно для матери, видеть своего сына в таком положении. В тюрьме я понял, что в моей жизни что-то не так. Надо что-то менять. Футбол изменил меня и мое мировоззрение. Габриэль всегда мечтал поступить в футбольную школу в Аскадагамо. И мы осуществили эту мечту. Мы с другими тренерами Аскадагамо посовещались и хотим видеть тебя частью нашей команды по функции. Приближается очень волнительный момент для меня лично. Мы на тренировочной базе. Именно здесь сегодня будет тренироваться команда Аскадагамо, в которую мы полгода назад устроили Габриэля. Я сейчас пришел проверить, как у него дела. Честно говоря, после того, что я увидел в случае с Адрианом, у меня немножечко подрагивают нервы. Я очень переживаю. И так даже немножечко сердце дрожит. Я очень боюсь его здесь не увидеть и узнать какую-нибудь плохую новость. Ну, ну. Где же ты, где же ты, наш мальчик? Это вон, Саша, это вон. В оранжевой футболке отличается. Это вон, друзья, это вон. Он здесь, он занимается. Вы не представляете, что я сейчас чувствую. Эмоции зашкаливают. Увидеть Габриэля на тренировке – это неописуемые чувства. Парень оправдал наши с вами надежды. Полгода спустя он не бросил заниматься футболом. Опа! Вы видели, как он всадил, а? Привет! Не видит меня. Он увлечен игрой. Это уже настоящая взрослая игра. Это полноценная команда. Это не тот детский уровень, который был у парня Фавелла. И видно, как он сильно добавил, как он вырос. Мне интереснее всего сейчас узнать, почему он в другой майке. Вот, смотрите, малый валит наш. Красавчик! Раздается свисток. Кого я вижу? Кого я вижу? Красавчик! Красавчик! Дай пятерку! Я так рад, что ты здесь! Вот это сюрприз! Я рад тебя видеть! Я очень боялся, что тебя здесь не увижу. Ты что? Ты дал мне такой шанс изменить свою жизнь! Я не брошу футбол! Пять! Ах, боец! Смотри, мышцы больше стали, а! Смотри как! Видно, что действительно человек тренируется. Немножко поговорим с тренером. Я не стал спрашивать у Габриэля, почему он одет не в форму команды, а в яркую жилетку. Сейчас все выясним у тренера. Добрый вечер! Добрый вечер! Как вам этот парень? Он классный! Мы очень переживали. Мы боялись этого парня здесь не увидеть. Мы боялись, что он бросил все. Но он здесь. Он молодец. Не пропустил ни одной тренировки. Габриэль очень способный парень. Он быстрый, и у него хорошая реакция. Но ему нужно хорошо питаться, чтобы набрать мышечную массу. Тут главное не перестараться с мышечной массой. Да. Извините. Он должен быть сильным, но не толстым. А почему вы делаете малого? Почему футболка другого цвета, не так, как у остальных? Мы каждый год меняем футбольную форму. И еще не все игроки получили новые футболки. Скоро и Габриэль получит. Он очень талантливый игрок. После таких слов ты должен не выходить с поля и тренироваться круглосуточно. Сколько ты в день в среднем тренируешься? Около двух часов каждый день. Нужно заниматься два часа в день на поле и еще столько же дома. Тогда точно будет еще больше толку. Габриэль выкладывается на полную на тренировках. Он не отстает от старших коллег. Я, кстати, наблюдал, старшие так немножечко подбадривают в хорошем смысле. Немножечко издеваются и говорят там, давай, малой, ну что, малой, хочешь показать себя? Вот есть такое, да, немножечко наблюдается? Да, конечно, парни подтрунивают над ним, чтобы поддержать. А вообще наши игроки хорошо приняли Габриэля. Кстати, ему уже дали прозвище «маленький Барчи». Это футболист, который был выходцем из Фавел и добился больших успехов. Ну, когда дают кликуху, это все. Считай, уже приняли в свой круг. Это значит, ты уже свой в семье. Позвольте вам пожать руку, сказать спасибо от лица всех наших зрителей. Все очень любят Габриэля и очень благодарны вам. Добрый путь. Все, все устали, пора переодеваться. Вы не представляете, друзья, это действительно ощущение счастья. Я счастлив сейчас. Все, счастливо. Рад был видеть. Мы еще с малым немножечко поговорим. Прежде чем отпустить Габриэля домой, я решил спросить его о самом важном. Честно только. Травку больше не брал? Красавчик. Дай пять. Давай, дружище. Пока. А вот в случае с Адрианом все получилось совершенно по-другому. Он вернулся к наркотикам. Это подтвердили и родители. Когда мы с Бегу вернулись к ним после встречи с Адрианом. Я общался с Адрианом. Бегу нас встретил в тайном месте. От него отпахло марихуаной. И он признался, что он курит. Да, от него жутко воняет травой. Я в шоке. Я не знал, что все так случилось. Он был с оружием, с гранатой. Кошмар. Мы устали с ним бороться. Сейчас с вами поделюсь новостью, которая только что произошла с моим участием. Интересно, как вы оцените. Я стал спрашивать его, что нужно для того, чтобы ты вышел из банды. Он ответил, что нужно 600 риалов. Это чуть больше, чем 150-160 долларов. И он сказал, что это выкуп. Это как бы долг перед главарями. Мы ничего не слышали. Ни о каких долгах. Если он получит эти деньги, то он выйдет из банды. Я заплатил эти деньги. Через бегу мы это сделали. И обещают, что сегодня он вернется домой уже без оружия. Он клянется, что это все. Я передал деньги его боссу. Он подтвердил, что долг оплачен и Адриана свободен. Мне кажется, он соврал. Он никогда не придет добровольно домой. Адриана пообещал мне, что он закончит сегодня свою смену и сразу придет домой. То есть вариант проверить, правда это или ложь, только один. Подождать. Вернется ли он сегодня домой? Да. Мы прождали около двух часов. Адриана по-прежнему не было. И вот бегу наконец получил сообщение от босса Адриана. Что, что, мототакси только я понял. Больше ничего не понял. Сказал, что они отправили Адриана домой. На мототакси. Он скоро должен быть здесь. Уже очень поздно. А Адриана все нет. Закрадывалась мысль, что он снова не сдержал свое слово. Думать об этом было больно. Но смысла ждать его до утра тоже не было. Он может не прийти вообще. Нам пора уезжать из фавелы. Вы посмотрите, кого я вижу. Друзья. Стоять. Стоять. Я свободен. Действительно, дорогой. Просто не могу передать словами, какое облегчение я почувствовал, когда увидел Адриана без пояса оружия и гранаты. Блудный сын вернулся домой. Вы не хотите с ним разговаривать? Я не знаю, верить ему или нет. Он столько раз обещал поменяться и столько раз убегал. Я больше не вернусь туда. Обещаю. Адриана, у тебя уже был один шанс с футболом. Забыли об этом. Переворачиваем страничку. Школа. Ты готов снова пойти в школу? Да, я хочу. Я считаю, что ему нужно учиться, а не дежурить в глотке. У меня есть возможность устроить его в государственную школу. Вы наверняка знаете, сколько нужно в год на то, чтобы мальчик возраста Адриана учился в государственной школе, чтобы были тетрадки, учебники и все остальное. Можете прикинуть, какая сумма? У меня есть сын такого же возраста, как Адриана. И на все школьные принадлежности у нас уходит примерно 100 реалов в месяц. А за весь учебный год получается 1200 реалов. То есть получается вот такая сумма немножечко мужской руки, и он уже сможет возобновить занятия, да? Да. К сожалению, у родителей нет денег даже на обязательные мелочи для обучения в государственной школе. Пройти мимо я не мог. Один год. Я тебя прошу, пожалуйста, проучись этот один год, и дальше уже будем смотреть. Наверняка все пойдет, ты сам втянешься в этот процесс, поймешь, что другая жизнь лучше. Согласен учиться в школе? Да. Будешь учиться? Бегу, разбей руку там. Еще одно обещание и еще одна надежда на то, что жизнь Адриана все-таки изменится к лучшему. Но зная, что Адриана уже воровал семейные деньги, я снова решил обратиться к Бегу. Он единственный человек в фавелах, которому можно доверять. Вопрос ко всем, чтобы не было обид, недопониманий. Ради Адриана. Я хочу назначить ответственным за это Бегу, передать ему деньги в вашем присутствии. Он потом покажет все чеки. И Бегу будет опекать Адриана и определит его в школу, потому что Бегу имеет хорошее влияние, его все знают здесь, и он определенно пользуется авторитетом. В таком криминальном районе это важно. Можно Бегу будет главным попечителем, главным человеком, который будет заботиться у Адриана и займется вопросом его устройства в школу. Конечно. 5, 8, 9, 10, это тысяча. Реально, я выгребаю из кошелька уже последний, у меня уже не осталось ничего. Знаешь почему? Потому что пойми меня правильно, я тебя люблю, наши зрители тебя любят, и мы хотим, чтобы ты жил, и ты жил хорошо. Это год обучения в школе. Спасибо Бегу большое. Будь уверен, в ближайшее время мы запишем Адриана в школу. Все, что я куплю, обязательно покажу чеки семье и пришлю тебе. Это моя ответственность. Еще смотрите, у меня в рюкзачке есть такая интересная вещь. Это оберег. У нас по нашим традициям считается, что если повесить такое в доме, то из дома уйдет все плохое. Вся негативная энергия, все плохие происшествия. Повесьте у себя, пожалуйста, это в доме. Я очень надеюсь, что это тоже принесет удачу. Я верю в это. Спасибо тебе большое. Я очень надеюсь, что все-таки разум вернется в его голову. Спасибо тебе за все, что ты сделал для нашего Адриана. Думаю, сегодня семье предстоит нелегкий разговор. Хочется верить, что все, что мы сделали, в этот раз поможет Адриана измениться и навсегда выбраться из преступного мира. Встреча с Адрианой оставила очень тяжелые и грустные эмоции. Сглаживал их только Габриэль, и он заслужил важный и полезный подарок, без которого посещать тренировки ему будет очень сложно. И он еще даже не подозревает, что его ждет сегодня сюрприз. Вот этот новенький велосипед. Транспорт ему сейчас очень важен, потому что несколько тренировок в неделю, и это далеко. Чтобы не пользоваться общественным транспортом, он должен быть с личным транспортом. И теперь он у него будет. Я с фирменным тортом, с изображением футбольного мяча в цветах футбольного клуба «Васка да Гамма» и с именем Габриэль отправляюсь в гости к Габриэлю. Кстати, сегодня очень опасно, идут перестрелки. Привет. Я к Габриэлю. Можешь кто-то помочь велосипед заточить? Я помогу. Ну что, друзья, узнаете местность? Мы приближаемся. Вот за этим поворотом уже дом Габриэля. Я был здесь полгода назад. Вот эта дверь. Спрячь велосипед. Спрячь, спрячь, спрячь. Спрячь сюда. Сюда, сюда, сюда. Чтобы он сразу не видел его. Габриэль! На выход! А-а-а! Это твой торт. А это твой велосипед. Огромное спасибо. Вот это да. Я не могу поверить. Спасибо. Не роняй торт. Посмотри свой велик. Давай поставим. Так, рассматривай. Это твой. Спасибо. Спасибо тебе. Хватит меня обнимать. Попробуй присядь. Подходит размер? О-о-о! Аккуратно торт. Добрый день. Ну что, примерь. Нормальный размер? Подходит? Да. Специально, очень символично. Мы тебе сделали звонок в виде футбольного мяча. И здесь флаги разных стран. Вот Америка, Великобритания. Это для того, чтобы когда-нибудь в будущем ты сыграл обязательно за какую-то великую команду. Мы тебе также купили сигнализацию, вот такую цепь, чтобы никто не угнал. Вот. Держите. Ключи от вашего автомобиля. Огромное спасибо. Знаешь, что хочу пожелать? Пусть это будет твой первый автомобиль, а дальше, чтобы ты обязательно похвастался передо мной своим личным Феррари. Когда-нибудь. Да? Договорились? Большое тебе спасибо. Я очень счастлив. Этот велосипед мне очень нужен для работы, на которую я собираюсь устроиться. Дэйди, скажите, как? Полгода парень хорошо себя вел? Как мы и договаривались? После того, как ты появился в нашей жизни, мой сын очень изменился. Он стал совсем другим, новым человеком. Дай пять. Ну что, давай тортику поедим? Да. Вот так вот затаскиваем домой. Здесь нельзя оставлять на улице. Уведут сразу. И пока Габриэль паркует свой велосипед, мама заметно нервничает. Это очень дорогой велосипед, и нам обязательно нужен чек от него, как доказательство, что велосипед куплен, а не украден. С ума сойти, иначе подумают, что угнал велосипед. Хорошо, что я не выбросил чек, я обычно выбрасываю. Вот гарантия есть, и чек есть, держите. Это хорошо. Я уже хочу торт. Это правильно. Ну что, давай тогда нарезать, и друзей позови. Вечеринку перенесли на улицу, потому что дома у Габриэля все гости не поместились. Габриэль, ну что, очень символично. Мы с тобой виделись в этой самой точке. Полгода назад пожимали друг другу руку. Я очень переживал, но ты полностью выполнил обещание. Ты крутой, ты молодец. И я хочу поднять этот тост за тебя, за твое будущее, и за то, чтобы ты стал настоящим примером для всех своих друзей, соседей. Я думаю, здесь все верят в то, что у тебя большое будущее. Ну что, Габриэль, в добрый путь за тебя, Габриэль! Ты молодец, я тобой горжусь, и могу сказать, что ты моя самая большая радость за все путешествие в Бразилии длиной полгода. Больше счастья мне не доставлял никто. Ты просто взял и выполнил обещание. Сказал и сделал. И это настолько здорово. Твоя жизнь меняется просто на глазах. Что дальше? У меня в планах найти работу, потому что я хочу помогать маме. Думаю, устроиться курьером. Буду доставлять еду или продукты. Твой велосипед мне будет очень кстати. И, конечно же, много тренироваться. Габриэль, ну что, нам пора прощаться. К сожалению, этот момент настал, так что я говорю тебе спасибо и в добрый путь. Подожди, я хочу тебе кое-что подарить. А ну, а ну, а ну, конечно, я люблю подарки тоже. Ух ты! Это кто такой? Этот медвежонок для меня очень важен. Мне его подарила мама, когда я был маленький. Он всегда был со мной. Это мой талисман, который всегда приносил мне удачу. И после того, что ты сделал для меня, я хочу подарить тебе эту игрушку в знак благодарности. То есть теперь он будет приносить удачу еще и мне? Да, много-много удачи. О бригаду. О бригаду, друг, давай. Спасибо тебе большое. Спасибо вам. Всего доброго. Спасибо тебе большое за то, что ты сделал для моего сына. Знаете, такое счастье со слезами на глазах. Очень грустно отсюда уходить. Буквально не верится, что все произошло именно так. Это какое-то чудо. И Габриэль действительно выполнил абсолютно все обещания. Жизнь дает шанс каждому. И самое главное, этот шанс вовремя заметить, воспользоваться им и не упустить. А получив желаемое, не сдаться и не вернуться к старой жизни. Этот закон актуален для каждого жителя планеты. Для каждого из нас с вами. Имея одинаковые возможности стать профессиональными футболистами, Адриана и Габриэль выбрали разные пути. Очень хочется верить, что Адриана, получив второй шанс выбраться из криминального мира, воспользуется им и все-таки изменит свою жизнь к лучшему. А Габриэль станет настоящей суперзвездой футбола. Мы провели в этой стране больше полугода. Сегодня последний съемочный день. И я считаю, что он получился просто невероятным. Очень позитивным, трогательным и правильным. Спасибо, что были вместе с нами. Всего вам самого наилучшего. До встречи. Пока. Смотрите в осеннем сезоне. Грандиозное продолжение бразильской экспедиции. Мы отправимся в одно из самых диких и отдаленных племен Амазонии. Восемь дней мы пробирались по джунглям на маленьких лодках, чтобы показать вам народность, которая никогда не видела белых людей. Как живут я на маме? Здесь до сих пор существует так называемый эндоканнибализм. Если человек умирает, его кремируют, а пепел добавляют в кашу, и все племя ест бывшего соплеменника. Один из самых изолированных народов на планете Земля. И как нам удалось стать частью их жизни. Все против одного, так нечестно! Доберемся до дельты Амазонки. Того места, где Великая река впадает в Атлантический океан. И научимся добывать еду в болоте первобытным и опасным способом. А-а-а! Больно как, друзья! На время я стану полицейским и буду патрулировать улицы на Буйволе. Мы отправляемся туда, куда не может забраться мотоцикл, машина. Мы очень близко познакомимся с самыми умными обитателями Амазонки. Уникальными розовыми пресноводными дельфинами. Рыбка, рыбка, рыбка. Опа! А потом отправимся в экспедицию по самой удивительной пустыне в мире. Ну что, друзья, приключения начинаются. Понеслись! У-у-у! Как круто! Ну и в лучших традициях нашей программы я попробую самую омерзительную еду в Бразилии. У-у-у! Какая гадость! Живьем! Ваша любимая рубрика «Дима Комаров ест гадость». Продолжим делать добрые дела и исполним самую заветную мечту полюбившихся всем нам Паулинию и Катюши. Самой низкорослой парой в мире. Рекордсменов книги Гиннесса. Я тебе плаю в Украине. Мы с вами увидим, что бразильский карнавал может быть совсем другим. Так вот тут можно ознакомиться с девушками. И, конечно же, станем участниками легендарного карнавала в Рио-де-Жанейро. Мы станцуем прямо на самбодроме. И сегодня мы участвуем в Карнавале, в Рио-де-Жанейро. Все это и многое другое в продолжении бразильского сезона «Мир наизнанку». До скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова